В Европе персонально приветствовали ветеранов Второй мировой войны. И я оказался в этой группе 19 человек, которых персонально приветствовали. Это мне, конечно, приятно очень. Президент Франции Францао Голланд. Приехала канцлер Германии Ангела Меркель и узнала, что нас будут приветствовать. И она говорит, а я тоже хочу поприветствовать. А ей намекнули, ведь мы высаживали против фашистской Германии войска. Она сказала, ничего, я поприветствую. Она нас приветствовала. Потом нас персонально приветствовала королева Великобритании, Елизавета II. Очень приятная дама, очень приятно нас приветствовала, очень хорошо. А потом появился президент Соединенных Штатов Америки, Барак Обама. Как его называл один из председателей правительства Италии, хорошо загорелый парень. И вот когда он пришел, вышел из машины, крутит головой, жует резинку, у меня какое-то впечатление сложилось очень плохое, невероятно. И когда его президент Франции подвел ко мне, и вот тогда закричал, аааа, Руссия, и стал мне вот руку класть на плечо и подавать руку. У меня какое-то было состояние, чем ответить этому человеку. Вот ну чем я могу ответить? Ну, у меня, честно говоря, я вообще в жизни был спортсменом, рука у меня была более-менее нормальная. На фронте, если я прихвачу, то человек уже не будет сопротивляться. И я ему неосторожно пожал руку. Пожал, он после этого еще должен был двоих ветеранов там приветствовать. Его увели в кресло. И тогда вот, вы на это вспоминаете, тогда, когда нас после этого Путин принял у себя в резиденции, нашу делегацию. У меня эти фотографии вот здесь, они есть, значит. И он меня держит за руку и говорит, ну скажи, как ты там Абабе пожал руку. Что ты сделал? Слава Богу, что я его не сломал. Если бы сломал, меня бы там загребли. Нет. Нет. Ну, короче говоря, вот история такая. Я оказался невольно единственным в России ветераном. Вот солдат, который общался с такими людьми. Вот, собственно, и все. Вы-то больше сделали, чем они.